всем привет уже можно просто сбер можно без сбербанк вот теперь официально так как сокращали на улице точно сбер больше чем просто банк теперь целая экосистема всем привет меня зовут селезнев артем я дата инженер сбери и сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме которая позволит нам сделать шаг который для выхода за рамки сообщества вот этих черных ящиков бесконечных мы поговорим с вами что с чего начать как стать дата инженером следующего там следующего уровня знает там как стать дата инженером самым ценным на рынке ну с чего же начинать окей итак меня соответственно зовут селезнев артем меня можно найти в телеграме есть интересный гид и сегодня мой доклад будет завязываться тоже вокруг интересного репозитория ну и соответственно что же это за интересный репозиторий такой давайте разберем с вами весь материал который я сегодня расскажу его основная часть выложены здесь на патч-кластере и также соответственно там будет появляться раз в месяц домашнее задание которое позволит вам который позволит вам двигаться вместе с нами то есть развиваться сделать свою интересную песочницу ну давайте посмотрим с чем это связано ну как вы понимаете что мир меняется вот когда-то давно ну не на нашем конечно полушарии но чтобы позвонить бабушки можно было подняться на самую высокую гору в нашем случае просто соседнюю деревню сжечь вот а здесь надо было посылать такие некоторые воздушные сигналы дымовые сигналы но сейчас все настолько изменилось и бабушка уже сама может позвонить тебе не только по скайпу но уже и по зуму ну и соответственно и профессии точно также меняются стало как-то один раз очередной раз сделав переход с одной работы на другую я обратил внимание откуда появляются эти требования откуда они вообще формируются и как им соответствовать как быть самым желанным дата-соентистом на этом рынке самым желанным дата инженеров нас а на этом рынке дата инженеров давайте посмотрим оказывается существует некоторые карты карта roadmap специальные карты которыми которым нужно двигаться чтобы оставаться всегда на волне вот и в 2020 году в начале этого года когда еще никто не знал о том что зум станет такой популярный я обратил внимание том что новая карта приобрела несколько новых несколько новых пунктов эти пункты назвали как nice to have и давайте обратим внимание что же эти запутки но первые соответственно дата инженер должен обладать все большим объемом знаний о машине ну принципе это логично потому что надо подготовить так данные что так хорошо данные чтобы дата-соентисту осталось намного меньше работы и чтобы он просто положил их и начал использовать хорошо дальше пункт интерна как вот что это такое инфраструктура ну это про интересные тесты россия сиди и джентгенса но хорошо это вполне возможно но давайте обратим внимание что там появился очень интересный пункт что надо обладать компетенциями человека как мл опса раньше мы как-то слушали девопсы девопсы есть целые конференции по девопсом но мл дата опс почему это для дата инженеров но оказывается что это требование в 2021 в следующем станет наиболее популярны из nice to have в must have перейдет что же это такое это параметр который позволяет выйти нам с вами за сделать шаг в сторону от черных ящик что же это за черный ящик и зачем нам это все знать ну конечно же когда-то инженер вы сталкивались с колодер и и прочими вендорами но зачем же дата инженер узнать если он может установить если он может взять и установить примеру быстрый быструю коробку несколько несколько настроек сделать и все будет хорошо как же это сделать так зачем нам понимать что как настроить отдельно каждый продукт как связать ну окей давайте посмотрим почему ну например для того чтобы сделать среду наиболее наиболее понимаем более understand вот например хэррейта который можно поставить себе и понимать как выполняет каждый каждый кусочек кода что происходит на степ трейсе и это не всегда доступно в коробочных версиях или же если вы скучаете по выполнению джопов от клоудеры когда вы видите ярным пикейшем как выполняется вы можете это поставить и себе непосредственно прям жупитер ноутбук это кстати работает даже намного проще но хорошо мы все это сделали но мы поняли что возможно нам это нужно возможно нам нужно соответствовать нам нужно соответствовать рынку нужно развиваться нужно идти все дальше и дальше а не просто перекладывать данные из пункта а в пункт б но с чего же нам с вами начать ну давайте попробуем с чего мы можем начать наверное не у всех есть доступный кластер не все могут начать использовать и учиться на работе можно начать с выбора нашего кластера перед нами стоит самый популярный если сделать выбор перед нами стоит это выбрать виртуал очку себе поставить на компьютере если вас тут вам позволяет этот компьютер попробовать какой-нибудь русскую какого-нибудь русского вендора например как у sonyx да или попробую зимитого хестера но все его используют вроде бы у всех все хорошо и вы знаете и я тоже так думал вот почему это но оказывается чем популярнее у вас вендор тем менее безопасен ваш кластер к примеру один на хестере за один день у меня было порядка 7000 атак вот граждане с разными айпи адресами в основном из китая пытались достучаться по моему ссашу из-за брутфорситет он и на одной ноте даже это удалось именно поэтому и возникло возникло это маленькое отступление перед началом работы с властью вот готовы ли вы с этим ну тут выбирать вам для начала лучше конечно исключить какие-то проблемы с безопасностью да и использовать кластер не не такого известного бренда ну на самом деле это действительно так вот из журнала можно посмотреть что такое количество вот так и меня это немножко засмущало вот но хорошо допустим вы приняли вы приняли на себя любое любое решение вы готовы защищать сражаться с чего же мы с вами начнем но как ни странно начало работы с кластера начинается не сразу с установок всевозможных апачевских продуктов с настройки ансибл ансибл замечательный инструмент который мы чуть-чуть коснем всего после чего мы его сегодня тоже рассмотрим сегодня же также будут рассмотрим апач ходу именно 3 а также именно spark тоже 3 2020 пора уходить от двоечек интересный продукт который позволяет работать с киелем надо ходу пом а по читаю возможно кто-то из вас слышал уже на похожие 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 продукты например там скуп но скуп это просто склеили он ходу а патч 3 все-таки ближе к хайву мы коснемся сравнения ну конечно же jupiter kernel обязательно потому что работа вы создаете песочницу такую чтобы все остальные могли еще пользоваться и мы должны научиться с вами создавать такие продукты которыми пользуются наши основные клиенты ну и конечно же добавил несколько вишенок вот эта фича 100 например моя любимая вишенка в песочнице мы коснемся чуть попозже все примеры которые описаны здесь и примеры которые на которых я развиваю этот репозиторий живут на этом пластере линук синтез 8 и там есть четыре машинки обращаем внимание что у меня есть как публичные так и не публичные адреса для чего это будет сделано я расскажу чуть попозже ну окей начинаем мы установку с айси было это замечательный инструмент который мне очень сильно нравится с чем это связано с тем что наши продукты с вами не живут на одной машине они живут на нескольких устройствах на которые располагаются в пласте каждую настройку которую мы произведем на одном на одной машине нам надо перенести и будет на следующую и это немножко доставляет дискомфорт вот ansible это замечательное решение с которым стоит начать работу на кластере ansible позволяет нам с вами создавать список хостов по любым айпи адресам которые мы хотим обращаться как внутренне так и внешне и playbook а но это не просто игровая книжка вот как переведет ее вам транслейтер соответственно этот playbook позволит получить порядок действий для ansible и раскидать по ssh всем соответственно все настроечки вы сделали настройку вроде бы на одной машине написали но запустили ансибл и он автомат эта настройка появилась автоматически на всех устройствах и это очень здорово хорошо но что-то нужно сделать заранее до сразу после ансибла первую настройку которую мы должны произвести перед опять еще до хадупа это конечно же поставить вот замечательную библиотечку которая называется ntp ntp позволит нашему ходуку проще работать а именно устранить следующие проблемки там есть такие проблемки которые связаны задержки по времени вот клок дрифт и плотки соответственно чтобы устранить это это библиотечка работает и позволяет нам с вами избежать лагу по времени между между работа нашим пластерами даже не смотря на то что они могут стоять очень близко это очень большая и знаменитая проблема с которой нам нужно с вами справляться что же это такое это вот наш с вами наш основной классе да или там машины с которой вы ведете настройки или там где будет находиться на им нода со всеми дата нодами в данном случае это сервер клиент должна взаимодействия а стоит обратить внимание что здесь взаимодействие идет по едики пакетом вот и здесь мы вспоминаем о том что люди пишка шутка переводится как андель и балл то есть недоставленный протокол но это совсем не так конечно просто стоит учитывать о том что ответы вы можете не получить и на всякий случай иногда лучше перестраховаться справа внизу вы можете видеть сокращенную ссылочку потому что этот пакет ntp можно реализовать самому если вы будете неудовлетворены стандартной версии попробуйте сделать что-то лучше или попробуйте изменить это по себе по свои настроечки там хороший пример с хабры как это сделать самому ну хорошо мы сделали на шансы был еще не работает почему так на самом деле потому что нет сссс ключей с генерируем сссс ключи раскидаем их на каждую машинку и все следующий шаг который называется добавить пользователей мы уже можем не волноваться запихиваем его в playbook и ансиба раскидает это на всех ну что ж теперь мы с вами готова к нашему отличному шагу первый самый классный отличный шаг который мы можем сделать это конечно же скачать ходу но и не кстати и этот шаг тоже можно добавить мать через в get playbook который автоматически скачает на эту машину и на все другие на машины входящих в пластик мы будем использовать например версию 3.2.1 вот очень хорошая такая версия у нее есть одной у третьей версии самый большой минус которому стоит привыкнуть там больше нет ни слейвов они мастеров там теперь есть только наши соответственно наши хосты вот и иногда когда вы смотрите туториал старый для версии 27 вам придется искать вам просто надо понимать о том что этих параметров там больше не будет вы скачиваете себе хату все очень просто обычная команда в get и перед вами открывается целый большой список конфигов которые вам нужно настроить но не стоит бояться а есть только четыре основных конфига это соответственно конфиг как будет взаимодействовать сам конфиге как бы взаимодействовать его я который поставляется вместе с ходуком данном случае ну и соответственно как будет раскидывать на как будет происходить операции здесь нет ничего сложного потому что в нашем с вами в нашем с вами простом гид репозитории мы с вами уже подготовил я подготовил и весь там конфиг соответственно там сделал вы сможете сейчас я верну мышку извините вот а все что должно лежать в конфиге указано здесь вам нужно просто указать партик которые будут за ним по которым будет происходить взаимодействие и по которым вы будете обращаться данному кластеру простые примеры тоже указаны вот простые примеры конфигов тоже указаны здесь и в шаблонах вы сможете получить себе небольшой пример и посмотреть что там происходит то есть вы хотите посмотреть параметр который настраивается пожалуйста заглядывайте и изучать хорошо отлично но что же дальше что же дальше после этого конфиг после настройки этих конфигов записываем эти параметры в антимал в плейбок и говорим что то же самое сделать на всех отлично добавляем директории которые мы указали указали темповые директория соответственно куда будут появляться временные файлики наши с вами директория которая покажет наша с вами директория которая покажет где будет лежать наши наши данные вот и здесь показан пример как бы вы сделали скопировать на все остальные как бы вы сделали бы это если у вас не было антибл позволяет записать это все в плейбок и все указать сразу отлично также как и добавление хостов происходит каждый обратите внимание что нету больше своего в теперь есть только воркеры вот и это теперь стало намного с одной стороны стало намного проще с другой стороны старые титариума приходится исправлять также мы записываем переменные среды и антибл автоматически раскидывать ну и пришло время простого первого запуска запуск происходит через hdfs name ноду простой старт именно в этой очередности о том что старт сначала dfs и потом старт я отлично один инструмент из наших наши могучие там четверки сегодняшних и пятерки сегодняшних инструментов готов добавим теперь спарк спарк конечно же спарк наш основной любимый инструмент соответственно забираем третью версию спарка тоже новенькую надо идти вперед но и не забываем про две библиотеки в правой части монитора вы можете наблюдать о том что нужно обязательно поставить пайс парк иначе нам придется мучить наших дата-сайентистов они же наши самые главные клиенты чтобы они записали на скале вот либо же если вы не поставите p4j не будет этого который который преобразует ваше позволяет вашему питону питоновскому коду обращаться спарк что же дальше спарка намного проще конфиг но настройки этого конфига надо просто представлять себе следующую картинку она очень проста каждый конфиг которую прописываете порты вы просто указываете как бы вы хотели обращаться то есть ага значит у меня будет веб-интерфейс на таком-то внешнем порту спарк юай порт и соответственно таком-то адрес весь конфиг указан на данном рисунке данном случае здесь нет ничего сложного и его базовый пример тоже указан и те пойдем дальше и запустим теперь и спарк потому что этот конфиг тоже готов запускаем спарк мастер и запускаем слоевые здесь можно схитрить и эта функция тоже еще работы на каждом соответственно на каждом воркере запускаем по слоевый это работа отлично второй инструмент тоже поставлен и мы теперь идем до самого интересного инструмента который возможно у вас вам выдаст ассоциацию о том что я же это где-то видел это же против хайп сквель над хадуком это интересный инструмент а по счет адрил а почту ему это соответственно тоже что-то вроде хайва но его основная особенность его две основные особенности за которые я его оба во первых в дриме мы используем ансиа и скейт это такой же скейт как использует большинство баз данных ну и соответственно тот же самый скейт который использует спарк код спарки под зрели нас елевский работать работать без изменений и в отличие от хайва потому что хайловский код это хайв кюре да то есть это диалект и вам приходится делать изменения возможно что вы будете ждать такого результата на получите на выходе ноль вам придется смотреть его получили эти изменения ну и еще основная особенность что хайв это батч батч спиель хорош для больших тяжелых результатов для это ела и тому подобное это интерактивский ель и соответственно вы можете сделать все намного быстрее если у вас какой-то простой запросик то простой запрос либо же этот несложная большая несложная небольшая табличка а в данном случае ядрил буду использовать для обращения конфигом для настройки конфигов автоматически вот ставится он очень просто скачивается сейчас доступна версия соответственно 1.17 вот и вам нужно прописать только два конфига 3 сайт то есть так как вы будете к нему обращаться и его большой плюс что он может работать как на дыму на обычный компьютер как и на класть и он дружественный ярмо и все вас будет работать отлично все очень совместимо рассмотрим соответственно дальше у нас есть с вами джипитер хаб надо поставить много джипитер ноутбуков эти джипитер ноутбуки максимально не столько для дата инженеров наверно сколько для нашего клиента дата санитиста и это очень здорово но здесь нас подстерегает наша проблема из-за того что внутри кластера у нас машины общаются между собой по адресам выходят в интернет они на внешних где в этой схемке мы видим то что наш с вами конфиг на самом деле он очень непростой потому что джипитер хаб создает прокси вот и эту прокси надо будет настраивать но настраиваем мы просто ее на внешний адрес вы можете соответственно видеть о том что localhost нам нужно поменять на наше внутреннее айпи адреса вот и здесь же указать путь но также нам надо еще с вами изменить параметр который simple local process спал вот здесь спауна что же это такое нам надо допустить остальных пользователей и говорит что для каждого пользователя создается тоже это меня к уже иначе а мы будем жить только одни дата инженер который сделал в жупите хаб только для себя вот и все будет не так хорошо но и соответственно сразу после джипитер хаба возникает вопрос вот где-то я на работе я помню точно видел как-то много вот этих ядер как сделать это ядро как добавил джипитер ноутбук то что я хочу потому что спар 3 у меня почему-то сразу не запускается надо немножко исправить там базовые но хорошо здесь стать у меня с моего рабочего компьютера screen так что у меня стоит спар 3 здесь парк 24 окей как это делать мы ищем простой параметр где-то в юзере лежит джипитер там лежат герман вот и папочки технил много 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 разных ядер вот интересно что в нашем случае мы можем добавить любое собственное ядро и указать в этом любом ядре свои собственные настройки вот здесь очень важен следующий параметр о том что все настройки среды которые мы с вами добавляем мы можем указать их сразу здесь чтобы не не волноваться и не настраивать переменное окружение в нашем как и нашим конфиге нашим соответственно начале нашего здесь стоит обратить внимание что также и по из парксами так аргументы вот мы должны будем указать именно ярм потому что у нас мастер крутится на ярме а иначе мы можем также спускать это на одной машине да если мы укажем непосредственно порт этой машины и тепло и тепло и мод вот у нас должен быть клиент а иначе мы с вами будем тоже в это получать либо ошибку вот либо же у нас будет все это работать на одной устройстве ну и зачем нам тогда класть хорошо вы скажете а дальше что ты мне сейчас рассказал вот этот вот как настроить пару конфигов да то есть как сделать окей я мог бы там посмотреть поискать в интернете и все сделал то же самое те самые интересные где эти вишни на торте которые ты не обещал хорошо где этот робот мат которому нужно соответствовать но пока мы пойдем дальше давайте вспомним кто это как вы думаете кто этот человек у меня правда задержку не предупреждали но может быть кто-нибудь в чате к мне скажет кто это а я не знаю я не знаю да и не знает ну и наверное большинство дата инженеров тоже не знают но вы на самом деле спасибо дарья за ответ на самом деле это тот самый человек это абстрактный человек которого picture называют это я тоже не знаю но это просто человек который выдается по поиску самые счастливые дата сайтист в мире. И это наш внутренний клиент. Мы с вами, когда-то инженеры, должны понимать о том, что наша задача с вами не просто сделать песочницу, а научиться делать такие песочницы, такие кластера, чтобы наш внутренний клиент был доволен. И мы должны делать каждый день дата сайтистов счастливы. И что мы делаем с самого начала? Убираем страшный Spark конфиг. Сколько раз вы видели, что дата сайтист заходит, или он говорит, что у меня умирают процессы, и я ничего не знаю. Опять как распределяется, то у меня оперативки много, то у меня ЦПУ много. Но никак он не хочет работать. Но смотрите, мы можем создать для него динамическое ядро. Мы можем дата инженера, здесь очень тривиальный вариант сейчас покажем, но мы можем с вами в Spark аргументах сразу передавать конфиги. И как же сделать это динамическое ядро? Что ты здесь параметры, скажите, считаешь? Как их получить? Ну хорошо, представьте себе, что в Spark динамик локейшн – это тот параметр, который позволяет нам с вами создавать динамическое распределение в зависимости от того, сколько у нас с вами осталось еще ресурсов. А как же добавить эти параметры? Как их высчитать? Ну давайте подумаем, что окей, у нас есть ярм топ, мы можем забирать вот эти вот параметры из ярм топа, но эта команда равнозначно топ в линуксе, ее очень сложно распарсить, будет довольно тяжело. А какой еще вариант есть? Вариант ярм аппликейшн статус IP. Мы можем смотреть по каждому аппликейшн. Но если он запустил уже их много, то мы ничего с вами не сделаем. То есть все будет довольно печально. Что же можно сделать еще? И тут мы вспоминаем, что вообще-то мы установили трилл. Вот, наверное, не просто так мы его поставили, а смотрите, что мы сделали. Мы очень хитрые с вами. Вот. И мы знаем, что в настройках, конфигах, которые называются Core Site XML, мы поставили с вами порт и адрес, по которому у нас с вами будет REST IP от нашего хадупа. Круто? Круто. Этот REST IP мы можем к нему обратиться. Например, мы можем к URL попросить, чтобы он нам отдал текущий статус. И тут мы видим очень интересное значение. Какое значение? Во-первых, нам нужно откатиться назад и сказать, а почему эти параметры у нас не подходят. Ну, вот смотрите, здесь мы видим очень странный параметр в статусе, который называется мегабайт в секунду, а здесь ядер в секунду. Да нет, бывает столько ядер у меня. Вот. У меня вообще столько на компьютере нет, на кластере нет. Ну, хорошо. Как-то потом это рассчитывать, да, нам это не нужно. Давайте-ка мы лучше обратимся к API и получим результат. Вот. И с результатом у нас будет с вами JSON. Смотрите, мы с вами просто возьмем и получим вот этот JSON-овский файл и сохраним его в ходу. А потом с помощью Apache Drill обратимся и выполним вот такой селектик. Этот селектик скажет нам, что ты сейчас сделал. И он нам скажет, что, а, вот что ты сделал. Ты же просто посмотрел селектиком, обратился к файлику JSON. Мы специально поставили Apache Drill. Это интересное апачевское приложение, которое позволяет нам с вами обращаться SQL, прям к любому формату, даже к паркету. Вот. И мы можем получить с вами результат вот такой вот. Мы можем получить результаты о том, что какие процессоры у нас сейчас, количество контейнеров, количество коров и количество памяти. А дальше что? Как же дальше рассчитать? Ну, давайте вспомним, что у нас еще с вами есть. Наверное, у нас еще в нашем запасе дата инженера есть всегда всего очень много. И мы можем с вами рассчитать параметры от Газпарка. Как это можно сделать? Есть миллионы разных вариантов вариаций функций, написанные в блоге и Амазона. И даже в статье от New ProLava, например, есть расчет параметров и какие параметры они используют. Мы можем взять и заменять количество пользователей. Например, у нас с вами на класте работает три человека. И мы хотим так, чтобы при динамическом ядре они использовали три. Но, например, если кто-то ушел, он начал расширяться. Что мы можем с вами сделать? Мы можем с вами передавать параметры и рассчитывать их. Здесь есть базовые такие формулки, которыми все рассчитываются, и вы можете их тоже поиспользовать. В результате мы получим очень интересную большую табличку, из которой нам предстоит еще и выбрать эти параметры. Ну, как это выбирать? Нам это довольно долго делать. Давайте посмотрим, что мы можем с вами сделать. То есть как можем автоматизировать выборку? Наверное, надо же взять что-то по максу. Если мы возьмем максимум данных, я здесь сразу вам накидал. Если мы возьмем сразу максимальный данных, нам скажем, классно, 229, почти 300 экзекьюторов. Мы можем использовать столько памяти. Но если посмотреть, у нас какие-то инстансы отрицательные, параллелизм отрицательный. Наверное, мы что-то не можем использовать. Ну, конечно, нам нужно установить, не просто взять максимальное использование по ЦПУ или ОЗУ, а нам нужно, чтобы у нас экзекьюторы существовали, и параллелизм еще был, и еще и параллелизм было возможно. В итоге у нас получается, что на троих человек, у нас получается на маленьком кластере, который представлен, можно использовать 64 экзекьютора, и в итоге вот столько памяти. Забыл параметры, где я его использовал. Извините, так вот, ну вот, экзекьютор мы можем использовать целых 10 игров. Мы будем использовать с вами при этом 96% доступного времени и 100% доступных в ЦПУ. Хорошо. Просто передаем это в наши с вами переменники, чтобы пользователь был доволен, и отсюда можно уже каждую переменную мы сможем с вами достать и посмотреть, что мы с вами, можем ли мы это использовать, сможет ли наш с вами Data Scientist это использовать, как в виде динамического игра. Конечно, сможет. Отсюда мы сможем забрать эти параметры, но еще не все. Мы должны добавить просто будем, что у нас динамическая, динамика локейшн должен быть, соответственно, труб, вот, то, что расширение. Но мы должны указать также, что если он перестал использовать, ну, вдруг он ушел, к примеру, попить кофе, да, или еще что-то, мы указываем сюда же, передаем параметр, что через 60 секунд мы должны это через минуту, если не использовать, выключаем. Ну, и, конечно же, в конце мы должны также указать, что давайте установим на всякий случай garbage collector, вот, который скажет нам, а хватит использовать, надо почистить память, если память плохо почистилась, вот, смотрим на эти параметры, если у нас еще где-то переменные, и если они есть, но не используют, и к ним ссылок нету, мы их тоже чистим, вот такие вот параметры, очень серьезные у нас. Если все ок, то мы просто формируем динамическое ядро, на основе этих параметров рассчитываем, создаем новый kernel, и просто наш data scientist включает любой новый kernel, не зная о параметрах, не зная о тех параметрах, которые ему, соответственно, доступны, не знают, какой конфиг ему нужно указывать, он просто его использует, вот, и ни о чем уже не задумывается. Слушайте, ну это здорово, возможно, что одну головную боль мы у себя убираем, в нашей песочнице, да, учимся использовать этот параметр еще мощнее, и продолжаем удивлять, как продолжить удивлять нашего data scientist. Ну что ж, наверное, у него есть какая-то проблема, ну, конечно, есть, много что у нас, что у них проблемы. Наша самая главная проблема, что data scientist, да и мы тоже с вами грешим этим, конечно же, наше с вами классное версионирование. Хотя, согласно roadmap, data engineering, kit и система версионирования стоят в самых-самых первых шагах, то есть сначала их, а потом все остальное, сначала kit и алгоритмы, а потом все остальное. Но нет. Знаете ли вы о том, что наши с вами обычные версии, это версия 1, версия 5 января, версия такая-то, и там миллион, 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 и мы не знаем, куда обратиться. Как сделать так, чтобы знать, куда обратиться? А, допустим, вы получаете набор фичей, да, и говорите о том, что вот эти фичи я сейчас использую. Но как-то их надо сохранять. Предлагаю вам просмотреть фичи 100. Это интересный инструмент, приготовленный компанией Foxwork, который позволяет интересно создавать хранилище и версионировать хранилище, и при этом ставить на поток обновления, ставить на поток какие-то триггера, например, в какой-то колонке данные были дискретного распределения, имели какое-то распределение, но после 5 января они, например, стали все одинаковыми, константными. Вот. Это Foxwork позволяет нам с вами сделать. И интересно, что заранее до этого доклада еще говорили о том, что кто-то использует FIST. В аргументах Foxwork могу сказать о том, что Foxwork лично мне нравится, из-за того, что он тоже также использует свою собственную… У него есть своя собственная система, по аналогу с HDFS, он использует FoxFest. И вы можете… Это настолько открытый и классный проект, что вы можете добавлять много чего своего. Он отлично работает на кластере со спарком. И что же это такое? Это инструмент, который благодаря импульту, если он у вас есть на вашем кластере, мы его ставим себе на песочницу, он позволяет создавать, регистрировать хранилище с фичами. Вы сначала это регистрируете, добавляете в этот регистр все свои инженерные фичи. Он вам может просто отдать ноутбук, к примеру, с этими фичами. Вы можете их сохранить так. И потом каждый раз просто после генд-фичерс передавать имя и передавать, соответственно, параметры, которые вы хотите получить, вы автоматически их получаете. При этом вы можете получать их обновляемыми. То есть, условно говоря, вы когда-то сделали их 5 января. Вы можете не волноваться. Этот поток, который ETL, который создает эти фичи, автоматически может пересоздаваться и перезаписываться. И также вы сразу можете обратиться под тем же названием. Как это работает? Это классная фича, которая позволяет дата-инженеру выйти на уровень вперед и сделать чуть-чуть довольный всех с нами. Это Hobbs.blog создает свою собственную фичу хранилища. Хоббс-хранилища, условно говоря, где он записывает, где он хранит данные, к примеру, в Хадупе. Но при этом у него есть еще и мета-стораж. Для этого вам придется использовать какую-то реализационную базу данных. Я часто использую для этого обычный Postgres. И обращаясь к этому хранилищу, вы сразу в результате обратно вам возвращает тот вариант, который вы туда сохранили. Вы сохранили туда в Pandas, вы получили в Pandas табличку. Вы сохранили в NumPy, вы получили массив из NumPy. Какой-то объект, вы сохранили в Spark, вы получили сразу результат в Spark DataFrame. Интересен этот материал тем, что Hobbs.blog позволяет также и встроиться в процесс обучения. Вы можете отдельно поставить пересчет фичей на Spark. Data Engineer, Data Scientist один раз рассчитал, отдал вам ноутбук. Вы, соответственно, взяли этот ноутбук, поставили на постоянный пересчет. И каждый раз, когда он хочет обучать новый датасет, используя утилиты Hobbs Unit и Hobbs Util, вы, соответственно, сразу можете забирать пересчитанные на любую новую дату датасет набора данных с теми заголовками, которые вы перевели. Все в том же самом порядке. И сразу отдавать в алгоритм. Ну что ж, это все, конечно, очень интересно, но это лишь малая часть, которую вы можете сделать для своей собственной маленькой песочницы. Это та песочница, с которой я когда-то начинал. И самое интересное, что я начинал без Hobbs Work и без Drill. Дрил это добавлен как очень интересный инструмент. Hobbs Work — это как прям на шаг впереди планеты всей. Я думаю, что мало кто еще начал использовать Hobbs Work, ну и вообще любой фичи Storage. Ну, именно поэтому, чтобы знать о том, что использовать, как использовать, устанавливать, как с этим работать, давайте с вами вместе создавать нашу песочницу. Сейчас на данный момент пример этой песочницы лежит у нас с вами на патч-кластере. Примерно раз в месяц на основе фидбэка я буду создавать обновления. Вы можете тоже в этом участвовать. Хочется сделать и вообще план такой, что за N количество времени разобьется этот пластер, разобьется на большое количество, на большую классную универсальную песочницу, который может быть по одному клику, по одному щелчку мышки развернуть с помощью ансибла на любой размер пластеров, указав только количество хостов. Ну и соответственно, мы когда-то инженеры, мы должны быть чуть-чуть быстрее, чем все остальные сотрудники, которые работают с данными, потому что от нас зависит основная работа, и мы должны делать всегда больше шагов в сторону черных ящиков. Хорошо, что они есть, но вот этот black box сообщества, в котором живут все большие корпорации, немножко некомфортно для даты инженера. Если мы хотим соответствовать роудмапу, либо же просто рыбку труда, условно говоря, мы должны делать максимально много шагов в сторону от этого black box сообщества, в сторону своих каких-то собственных решений и своих микро-микро-микро-песочниц, пусть очень медленных, очень-очень таких своих, если можно так сказать. Так что прошу принимать участие. Вопросы, соответственно, здесь. Есть домашнее задание, наверное, вы к этому были не готовы. Есть небольшое домашнее задание, там есть Apache, но только там есть Apache 3, Hadoop 3. Но Ansible и HopsWord попробуйте разобраться и поставить самостоятельно. Через месяц Ansible и HopsWord тоже появятся на данном репозитории с пошаговым тюториалом по настройке. На этом, на самом деле, все. Я буду очень рад ответить на ваши вопросы. Вот, если они у вас появятся после, либо вы посмотрите в записи, то у меня есть всегда Telegram, и я там тоже доступен для вопросов. Ну, если там что-то включаю, то всегда можно поймать в LinkedIn или Facebook. Буду очень рад. Спасибо вам за внимание. Дарья, теперь вам слово. Спасибо, Артем, большое. Сейчас мы зачитаем вопросы. У нас есть в YouTube, в Telegram. Делеграме нет. Делеграме нет. Давайте. Давайте. Сейчас. Кто там у нас за YouTube? Давайте я прочитаю. Для чего файлы Masters and Slaves в папке конфигурации? Слушайте, это, на самом деле, чисто на этом кластере, вот, это, ну, это необязательно такой вариант. Вот, это просто я так сделал. Так, вы можете разместить, где вы пожелаете, если нет моего вопроса. Так, секунду. Интересная тема. Непонятно, в чем суть сбора параметров существующих приложений через drill. А, смотрите, суть через drill, я на самом деле, для чего я сделал этот drill? Drill позволяет, ну, то есть, обращаться, ну, не просто парсить JSON-чик, а с QL-ем обратиться к этому JSON-у. Вот, я к API Hadoop обращаюсь, скачиваю этот Hadoop результат, который мне выдает, и автоматически у меня есть kernel, который является динамическим, и я смотрю, сколько параметров сейчас там занято, да, то есть, сколько, ну, условно говоря, у меня есть кластер, рассчитан на трех data scientist, пример. Вот, каждый раз, когда создается, ну, каждый раз, когда заходит новый data scientist, или он выбирает динамическое ядро, в момент его инициализации происходит расчет параметров. Вот, и у меня назначается ровно столько параметров, сколько доступно на данный момент, и data scientist может работать вот в этой вот части. Потом получается такая ситуация. Задумка вообще следующая, что data scientist один уходит, остается один на сервере для троих, да, он может переназначить себе или продолжить работу с динамическим ядром, вот, и потреблять все ресурсы. Drill я использую для того, чтобы просто классно селектить все JSON-овские файлики, XML-овские файлики и тому подобное. А вообще, в принципе, это интерактивный аналог хайба, то есть то же самое можно было бы сделать с хайбом. Но Drill, год назад, когда я про него как-то так интересно узнал, он мне показался намного интереснее, ну, и плюс ко всему, он мне… Можно, конечно же, точно так же обращаться к любым другим инструментам. Он мне просто показался интересным вариантом решения, ну, и плюс ко всему, из-за того, что внутри него обычный классический ANSI SQL, вот, я могу как-то не беспокоиться, что у меня там не запустится, ну, то есть могу не беспокоиться о том, что мой код SQL-ный там будет как-то по-другому работать или будет нуждаться в исправлении в Spark, либо еще где-нибудь. Вот, это такая вот, такая моя собственная фишка, будем так сказать. Окей, хорошо. Спрашивают, Хопсворкс нормальная версия платная? О, слушайте, да, вот с Хопсворксом это небольшая проблемка. Там я сделал ссылку, давайте посмотрим. Вот, так, сейчас, вот, в презентации вы можете… А хотя у вас будет доступна презентация, да, я думаю, в принципе? Вот, в Хопсворке там был такой слайдик, вот, здесь прям GitHub и версия… Ну, я не нашел, я не пользовался платной версией, если честно. Вот, я Хопсворкс использую только для себя и для каких-то таких внутренних проектов. Вот та версия, которая на этой ссылке, она, в принципе, меня полностью устраивает, и я не видел еще платного, ну, то есть не использовал платного Хопсворка, и все, что есть в этой бесплатной версии, которая лежит на GitHub у них, на официальном, она меня вполне устраивает. Вот, и не было возможности использовать платный Хопсворк, если честно. И ребята спрашивают, в чем разница его от DVC и от MLflow. О, очень круто, про DVC. Это очень здорово по поводу DVC. Смотрите, у DVC вообще какая есть проблема. Мне вообще очень не понравилось, на самом деле, DVC. Смотрите, вы в DVC создаете вот эти вот свои стейджи, да, назначаете output, input и тому подобное. Здесь вы можете, здесь вы имеете более такой, более широкий инструмент, ну, в плане версионирования этих фичей. Плюс ко всему, вы здесь можете все пересыпускать по нажатию кнопки. В отличие от DVC, здесь очень классный веб-интерфейс. Вот, ну, и, соответственно, вы, самое главное, вы не имеете ограничения в 100 гигов. Вот, ну, конечно, вряд ли вы, слушайте, если честно, давайте вам, это мое персональное мнение, вот, по поводу DVC. Это очень здоровский, классный инструмент, ничего не могу сказать плохого. Но, DVC, по примеру внедрения, когда мы внедряли DVC, почти все дата-сайентисты отказались его использовать, только потому что они сказали, что нам нужно создавать еще какие-то стейджи, залазить в консоль, там, писать и тому подобное. В хоббс-ворке вот сейчас дата-сайентисты, которые работают на проекте и используют его, вообще не против его использования. Очень хорошо все ложится из-за графического интерфейса, очень низкий порог входа, и выглядит все вообще здорово. Плюс ко всему, в DVC у вас еще вот эти файлики, точка DVC создаются, да, которые вы взяли, там, условно говоря, удалили, вот, и все круто. А в хоббс-ворке вот только админы видят все эти стейджевые файлички, а всем остальным доступны только либо вот эти вот импорты, то есть как вы можете обращаться к хранилищу, да, вот. По поводу MLflow, слушайте, ну с MLflow не очень большая разница, ну, точнее, MLflow более, наверное, широкий такой инструмент, вот. И сравнить так за пять минут я его так не смогу с хоббс-ворком, но на самом деле, если выбирать между MLflow и хоббс-ворком, я, конечно, выбрал MLflow, вот, но хоббс-ворк мне понравился тем, что он позволяет вот выделять конкретные группы фичей, да, и постоянно к ним как-то обращаться, вот, так что, ну, если сравним, если выбирать между хоббс-ворком и MLflow, я выберу MLflow, но если выбирать между хоббс-ворком и DVC, конечно же, хоббс-ворк, вот, ну, просто DVC — это чистое версионирование, а здесь еще много всего, ну, вот. Окей, у меня все с вопросами с YouTube. У меня, кстати, есть еще вопрос, я правильно понимаю, что вот это реальное практическое решение, которое вы сделали вместо, ну, там, использования, там, Clouder или какой-нибудь, или это все-таки учебное такое? Смотрите, это не Сбербанкер, это не Сбербанкер, это не Сбербанкер-идея, то есть это не Сбербанкер-проект, вот, ну, в плане того, что, какая вообще здесь предыстория? Вот это roadmap, который я показал 2020 года, на самом деле, я не узнал еще в 2018 году, вот, постоянно за ней слежу. И в Сберии мы тоже пользуемся Clouder, но у нас есть, соответственно, новые сотрудники, и вот новые сотрудники, и есть проекты, которые, например, есть сторонние проекты, которыми я занимаюсь, например, Todd Forge — это сбор аналитики по GIT, ну, сбор аналитики по GIT, да, то есть Talent Management, условно говоря, по GIT, вот, и там используется для вообще аналитики расчета и хранения данных именно вот этот вот, еще пару инструментов, конечно, сюда добавлено, такие как Hive, там еще сверху добавлено, Drill, он чисто для меня, вот, еще для одного дата-инженера, а для дата-свентистов, которые участвуют в этом проекте, используется Hive, вот. Ну, соответственно, именно на проекте Cloud Forge используется вот такой вот степ технологии на кластере, ну, и на кластере плюс еще там две ноды, здесь кластер из четырех, а там кластер такой из шести нод, вот. А вот эта вот часть, это учебная для того, чтобы, ну, вот эта учебная часть, которую я сейчас показал, она очень часто используется для новых сотрудников в плане того, что очень часто встречаются дата-инженеры, возможно, это просто из-за широкого рынка такого, или очень большого количества людей на рынке, которые, ну, и в дата-сайсе наверняка такие есть тоже, условно говоря, вот я умею пользоваться инструментом, там, X, вот. Вот, если я открою ноутбук без, там, конфигов, да, то я не знаю, где посмотреть эти конфигы. Вот, благодаря вот этому учебному, учебному пластеру, вот, можно объяснить, что куда смотреть, когда сломается, что смотреть, и плюс ко всему мы еще используем вот этот heart rate, который в самом начале я показал, где красиво исполняется, где красиво исполняется вот этот вот, вот такая штучка, вот, выполнение кода heart rate мы используем на учебных пластерах, там, для отладки, это очень, очень круто объяснять, например, там, студентам, у нас есть буткэмп, на буткэмпе объяснять выполнение, и почему именно происходит в такой последовательности, да, что это выполняет, то есть вот две основные такие идеи, то есть фактически большая часть этого используется на проекте CodeForge, и в боевом режиме точно так же с этими вот керновыми автоматическими, динамическими, и, соответственно, меньшая часть, точно такая же, только без drill, используется для учебных целей, здесь у нас на буткэмпе, там, потом, кстати, очень интересная новость, позволите сханчу немножко, если кому-то интересно, у нас есть интересный буткэмп, и если вы только начинаете, ну, чувствуете себе силу, то welcome, on board, вот, вы можете прийти, мы научим, вот, научим дату инженерить, ну, это так. Нет, классно, классно, я просто хотел еще один вопрос задать. Давайте. Это уже так, как к концу уже, я хотел еще один вопрос задать. Смотри, а если такое вот примерное решение, завернуть в докер и использовать для перф-тестов, вы не пробовали? О, нет, такое мы не пробовали. Вообще, какие перформанс-тесты пробовали? Вообще, именно вот в этом варианте нет, не пробовали, но и, кстати, наверное, это еще один вариант, почему, почему я захотел об этом рассказать, почему вообще начал вести этот проект, вот, из-за того, что я замечаю, что, например, особенно в крупных компаниях есть такое, что есть кто-то занимается на проде, вот, дата инженера на проде, а есть, наверное, большая часть дата инженеров, да и дата сайентистов, и вообще, наверное, аналитиков, которые сидят в песочницах, вот, да, то есть, условно говоря, и ни о каких там перформанс-тестах вообще речи не идет, то есть, вот, и нету понимания, соответственно, этого, где это можно еще использовать, вот, и отсюда это пошло, но в перформанс-тестах мы это не пробовали, но, кстати, идея хорошая, возможно, что, и вот, если я взял план развития, как раз-таки, дакеризация, это прям ближе к Новому году, вот, дакеризация этого решения появится вот в этом пластере уже ближе к Новому году, вот, так что, возможно, можно будет прийти, посмотреть, и как это можно. Да, просто интересно, мне кажется, возможно, да, без вот этого динамического ядра, наоборот, на этой штуке сделать перф-тесты кажется хорошей идеей, потому что как раз все клауд-решения, наверное, не подходят для таких штук. Да, слушайте, я, наверное, даже запишу, вот, потому что это очень интересный вариант, я, если честно, не подумал бы, но это очень круто, вот, что есть, и вообще, если у всех есть вопросы или какие-то решения, ну, то есть, вы можете закидывать, я такой чек-лист большой создам, что мы попробовали, что нет, вот, супер, спасибо, я записал. Угу, перф-тесты, да, интересная штука, похоже. Так, ничего, вопрос. Да, давай. Ты там показывал про какую-то тулзу, которая позволяет мониторить запуск джабов в спарке прямо из шпитера ноутбука, и вроде бы сказал, что это тоже можно как-то поставить в эту песочницу. Вот эта штука? Сейчас. Вот, соответственно, здесь я это рассчитывал, да? А тулза, которая монитория, сейчас я покажу. Оп, секундочку. Вот отсюда, да? Вот это? Дрил? Вот сейчас. Вот. Вот здесь, да? То есть, вот эту. То есть, я монитория. Ты показывал прямо в ноутбуке, там графически показывалось, как изъярно стоит же разный. Да-да-да, смотри, ну, вот это тогда, вот про этот ноутбук. Этот ноутбук я использую как графический пример для объяснения сотрудников в нашей команде, либо в любой другой команде для новых, как рассчитываются данные. Дрил, соответственно, как здесь настроены? Это я, чтобы графически показать, а так это просто в питом коде все то же самое работает. Как это происходит? Загрузили данные в JSON-щики, распарсили, ну, посчитали JSON, да? Вот. Вот, посмотрели, сколько у нас на данный момент активных людей. Вот здесь вот не люди по факту, а приложения, да? Ну, то есть, условно говоря, вот эти вот циферки 3, можно как-то переменные вынести. Вот. И происходит, соответственно, расчет. Расчет очень такой базовый. Я его взял, здесь расчет Best Practice от AWS, от Amazon и Best Practice от самих, с сертификацией Databricks, вот, которые они там рекомендуют. Вот. И у нас получается вот такой расчет. Здесь на основе этого ноутбука мы можем получать результаты. А графически я здесь показываю еще, как распределяются значения по параметрам. То есть, там, как вообще выглядят экзекьюторы для тебя, да? То есть, доступные, если ты в вострове человек, да? То есть, количество, там, коров и тому подобное. Вот. Вот этот ноутбук – это пример расчета графический. Точно такая же его часть лежит просто обычным питоновским файликом. И результат этого ноутбука, ну, результат того файла записывается вот сюда. Вот. Мы можем, соответственно, Spark Submit аргументы, вы, извините, вот, мы можем Spark Submit аргументы добавлять вот эти вот параметры. Вот. И, ну, здесь как вариант чтения этих параметров. Вот здесь вот я показываю на экран, вывожу, ну, то есть, к этому ввожу парамс. Это обычный текстовый файлик, потом его, соответственно, парсю. Вот. И записываю данные в Spark Submit аргументы. Это очень такая тривиальная версия. Это там сейчас уже на основе бетоновского кода все считается. Spark Submit аргументы, они, вот эти Spark Submit аргументы, они передаются. И когда человек делает импорт by Spark, там, Spark Session, ему можно просто сделать только две вещи. Ему просто можно добавить, там, условно говоря, Session, точка Build, точка Geto Create, все. Вот, и он поехал работать, все параметры у него базово стоят в динамическом ядре. Вот такая вот ситуация. Вот я правильно понял ответ. Ну, я скорее про Spark Monitor спрашивал. А, Spark Monitor, это в самом начале вот здесь. Вот он. Вот он, красивенький такой. Вот Spark Monitor. То есть он тоже ставится в эту песочницу? А, да, ставится в песочницу. Это обычный этот extension для Jupiter notebook. Вот. Ну, просто как extension ставится. Почему я это вынес? Очень, почему я это вынес вообще сюда? Потому что, когда ставим песочницу, мы не, ну, сами когда ставим, да, у нас нет вот этих красивых штук, там, от Clouder, к примеру, который Clouder Manager, где мы получаем, соответственно, вот эти, посмотреть с аппликейшенами, да, какие стейджи происходят. Вот, но зачем нам лазить в монитор, особенно там, дата-сайентисту зачем лезть в монитор? Мы-то с вами можем и через Яр посмотреть, да, к примеру. Вот, а здесь мы можем сделать вот такую штуку, и он будет видеть все то же самое, но это немножко безопаснее. Потому что, ну, будем откровенны, что дата-сайентисты иногда хитрят между собой, они могут залезть, ага, увидеть все джабы и сделать килл, да, вот это вот. Но при этом они могут сделать килл процесса, когда он пополняется, и ему лично не хватает на себя памяти, да, но когда этот процесс просто висит и отжирает какое-то количество ресурсов, здесь он уже килнуть не может, потому что не знает, что есть там в Ярне, мы можем зайти там в Ярне, application минус, да, минус лист, посмотреть ID аппликейшены и сделать минус килл, вот, сделать то же самое. Но здесь вот это сделано просто для красоты и такая, знаете, как, ну, как елочка, вот красиво украсить ноутбук, вот, ну, просто приятно. Это ставится как обычный extension для ноутбук, как расширение для ноутбук. Знаю, что программисты тоже так хитрят, когда очередь на билд-агенте. Так что не только дата-сайентисты, такие хитрые. Спасибо. Спасибо.